МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где этот магазин? Здесь? А здесь? А здесь другой. Здрасте, а вы разные, да? ИП разные, да? А где они есть, ваши соседи? Они уехали. Уехали? А часы работы с 10 до 19? Ну, они сами хозяева, они когда хотят, потом еще и... То есть сейчас их нет? Да, да, нет. Так, вот по адресу Лизякова 16 находится магазин, продающий ортопедические стельки и обувь. Сейчас время примерно полтретьего. Вот мы пришли в магазин. А нам руководитель сказал, что когда хочет, тогда она приходит. Магазин не работает почему-то, по непонятным причинам. Моя фамилия Злый Гость, да? Ираида Михайловна. 7 октября я здесь в этом магазине, в ортопедическом, купила тапочки ортопедические, стоимостью 3600 рублей. Мне сделали скидку, я их фактически купила за 3400. Через 4 дня у меня произошел там, при ходьбе, образовались заломы, трещины. Мне это вызвало беспокойство, потому что тапочки стоят достаточно дорого, поэтому я решила обратиться в магазин, что делать. Я приехала, мне предложили сделать ремонт. Ремонт мне сделали, где-то дни через 7 я приехала за этими тапочками обратно. Вернувшись домой, проходила, прошло, наверное, дней 7-8, и эти заломы опять образовались, такие как бы разрывчики, такие маленькие. С 7 ноября вы с какой целью пришли в магазин и что здесь произошло? С целью того, чтобы сдать тапочки, попросить вернуть тапочки назад. Мне сказали о том, что вообще таких случаев возврата у них не бывает, и возврат только может быть произведен в том случае, что это может быть произведено в течение только 14 дней. Для того, чтобы мне найти подтверждение своих слов о том, чтобы мне было доказательным, что я действительно в этом магазине купила, я решила записать этот разговор на диктофон. Когда молодой человек, имя его Олег, насколько я помню, он выхватил мне этот телефон, телефонный аппарат, и увидев то, что я сделала запись, он мне назад его не возвращает, а произвели, вот они вместе с Евгением Ивановной удалили эту запись с телефона. От вас сколько примерно было по времени? Это время было где-то, наверное, с 12 до часа, где-то в этот период. И сейчас мы пришли в пол третьего? Да, и сейчас мы пришли... Видим, часы работы наблюдаем с 10 до 19. Никого нет. Никого нет. И мы звонили вот этой Титовой, да? Она была, когда... Да, она как раз участвовала в этом сайте. И она сказала, нам сообщила, что как она хочет, несмотря на режим работы, так она и приходит. Ну да, что как бы ее, вот лично ее в ее IT-функции не входит. Но так как она работник магазина, она могла бы предложить номер телефона другому работнику, если даже для ее это не входит. Чтобы кто-то всегда должен быть на месте в рабочее время, либо перерыв должен быть в эти часы, как раз... Может быть, магазин закрыт. Да, еще более того, я хотела выполнить еще то, что я хотела ставить заявление с тем, что было... Мне дан ответ. Они сказали, что заявление никакого приводят, мне не будут. Я говорю, ну как так? Это просто обязанность такая вот магазина. Я в двух экземплярах составляю это заявление, один экземпляр расписывается, что вы получили, я буду знать, а вы в течение 10 дней мне даете там отказ или какое бы, вы примете решение по этому заявлению. Все по закону, да. Категорически отказались, мне сказали, что мы еще от вас принимать не будем. То есть у вас есть недостаток в обуви, вы бы хотели бы возвратить денежные средства, да? Да. Здрасте. Здрасте. Там еще за экспертизу надо вам вернуть. Чек за экспертизу, да, конечно, потому что я, так понял, собирались возвращать только за эту, за обувь. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вам денежные средства возвратили за обувь, да? Да, конфликт исчерпан. Сегодня я получила возврат за эту обувь в 3400 рублей. Мы пообещали вернуть экспертизу по 3000 рублей. Пока не верну.